Привет, друзья! Вы смотрите Profit Show Live. Это спецвыпуск нашей рубрики Profit Show, когда мы записываем интервью в прямом эфире, и вы смотрите трансляцию на Dow, или вы увидите это потом. Сегодня наш гость Аркадий Добкин. Это один из основателей и президент компании EPUM Systems, одной из крупнейших компаний разработчиков. Ну, об этом чуть позже расскажем. Единственный момент для тех, кто сейчас смотрит это в прямом эфире, я хочу сказать, что у нас есть твиттер, который у меня вот здесь на компьютере открыт, в который я принимаю вопросы и буду их озвучивать нашему гостю. Поэтому, если вы смотрите, у вас есть вопросы, не стесняйтесь пользоваться твиттером. Ссылка на твиттер под кнопкой трансляции есть. Вот, и мы начинаем. Здравствуйте, Аркадий. Еще раз. Во-первых, я хотел сказать спасибо за то, что не побоялись на такой вариант интервью. Это первое. Но, на самом деле, у меня есть несколько причин, почему я хотел с вами пообщаться. Первое, 10 тысяч мне сказали, мне сказали ваши сотрудники, что у вас что-то около 10 тысяч. Правда? Нет? Ну, как-то близко. Окей. То есть, для Индии это, наверное, такая мелкая компания. Но для Украины или даже Европы восточной, это очень большая компания. Это первое, что интересно. Второе, это первый президент компании в нашем профит-шоу, которые, компания, которая вышла на IPO. И что-то еще у меня было. Сейчас. Да, и первая, первая. И одна из немногих компаний, у которых есть офисы по всему нашему региону. Это там Россия, Минск, Киев. Что там еще у вас? Ну, куча всего есть. Поэтому мои вопросы тоже на несколько этих тем. Про аутсорсинг, про отличия в регионах, про IPO немножко, может быть, если успеем. Собственно, все. И я начну с вопросов о рынке труда. Все-таки нас смотрят доу, это программисты, 35 тысяч и так далее. И всех, ну не всех, но я думаю, значительную часть нашей аудитории интересует такой вопрос. Зарплаты будут всегда расти по 10-20% в год или это когда-нибудь закончится? Я думаю, программисты хотят, чтобы это никогда не закончилось. Как это выглядит с точки зрения компаний? Как вы планируете свою деятельность? Какие прогнозы, исходя из каких расчетов? По поводу роста зарплаты, я думаю, что зарплаты будут продолжать расти, пока есть дефицит квалифицированных кадров. Те, кто люди квалифицированные или кто ими могут стать, наверняка будут повышать и квалификацию, и зарплату. Ну, это ситуация не украинская, это, я думаю, ситуация глобальная, начиная от Силиконовой долины, через всю Америку в Нью-Йорк, в Европе, в Индии, в Китае и по всей Восточной Европе. То есть, я думаю, что это, как бы, атрибут индустрии сегодня. Окей. Из того, что я общаюсь с компаниями с разными, да, отсорсинговыми, ну и с программистами тоже, и вот мне кажется, есть такая проблема, проблема, ну, есть такой факт, что одна из причин роста зарплат в отсорсинговых компаниях в том, что компания между собой слабо отличается. То есть, ты приходишь в одну собственную компанию, здесь какой-то проект, ну, на какую-то известную IT-компанию, на котором ты никому не можешь рассказать, потому что NDA. Приходишь в соседнюю компанию, на собеседование, там тоже красивый офис, чай, печенье, тоже проект интересный на компанию с мировым уровнем, о котором ты не можешь рассказать. Соответственно, как бы, как вы на это смотрите и чем тип вам отличается от других лидеров IT-рынка? Если вы придете в Google и спросите, чем человек занимается, то во многих случаях он не сможет рассказать. Придете в Apple, спросите, чем человек занимается, во многих случаях не сможет рассказать тоже. Несмотря на то, что он работает, не на то, что вы называете ассорсинговой компанией, потому что это как бы отдельная тема. Поэтому вопрос конфиденциальности вообще не зависит от того, в какой компании ты работаешь, а конкретно от того, что ты делаешь. Точно так же, как вы можете прийти в какую-то компанию и вам расскажут. Вы придете в Barclays Bank в Лондоне и спросите что-нибудь у разработчиков, они могут рассказать ровно столько, сколько могут рассказать наши сотрудники, которые помогают разрабатывать или продукты, или какие-то сервисы, занимаются поддержкой. Поэтому еще раз, я думаю, что есть некоторая путаница в понятиях по поводу конфиденциальности. Ну я хотя бы могу сказать, например, что я вот видите, там Google Maps, вот я работаю на проекте Google Maps. На самом деле я не уверен, что вы над этим работаете. Мы можем сказать, что мы работаем с Google, мы можем сказать, что мы работаем с Adidas, с Barclays, с EBS, с Oracle. Сказать об этом мы можем. Мы можем сказать, что мы в Oracle работаем над продуктами такими, как Hyperion или ETG. То есть мы многие вещи можем сказать. Мы не можем сказать секретов, мы не можем показывать source code, мы не можем очень многих вещей делать. Но в принципе, когда вы про это говорите, да пойдите на LinkedIn и посмотрите, кто где работает. Ну а что вы говорите программисту, который приходит на собеседование? Почему я должен работать в гиппами, а не в соседней компании, такой же, большой, с красивым офисом? Ну, во-первых, наверное, проще было бы построить. Может быть, имеет смысл вернуться к этому, может быть, начать с других вопросов. Хорошо. А потом тогда будет легче отвечать на вопрос, почему имеет смысл работать в гиппами. Окей. Иначе я вам отвечу на все вопросы заранее, а потом тогда как бы... Хорошо. Дальше на тему тех же подготовки кадров и дефицита рынка, а дефицит специалистов. Вот сейчас начали появляться какие-то курсы, не курсы, я не знаю, как это назвать. Какие-то подготовительные программы, которые позволяют за несколько месяцев превратить человека в джуниора. Ну, условно. Или в человека, который могут взять на работу, и он через какое-то время станет джуниором. То есть, что вы на эту тему думаете, и насколько это может помочь решить проблем дефицита того же? И вообще, насколько это имеет смысл в условиях Украины? Ну, смотря какого человека. То есть, я думаю, что, допустим, в ГПАМе, безусловно, существуют курсы подготовки сотрудников потенциальных, может быть, даже очень молодых, которые еще не закончили учиться в университете. Но, как правило, это происходит для ребят, у которых профилирующая специальность, связанная софт-вайдевалкой. Никто не берет людей с улицы и за три месяца конвертирует их в джуниор людей. То есть, это люди, которые отбираются, занимаются, и, как правило, гораздо выше среднего качества выпускников. Их, естественно, им помогают понять, что такое профессиональный софт-вайдевелопмент процесс. Многие вещи, которые мне обучают в университетах. То есть, когда ты попадаешь в большую группу, где большой проект, коллективная разработка, много нового инварами, тату, тулс, которые нужно знать, чтобы работать в команде. Плюс повышение квалификации даже в своей конкретной специальности. Это необходимо, чтобы начать работу. То есть, у нас эта система применяется достаточно давно, уже 7-8 лет. То есть, по сути, это скорее адаптация. То есть, у меня есть базовое образование, за ним не хватает практики. Это, безусловно, за три или за шесть месяцев невозможно человека без правильной подготовки превратить даже в джуниор-специалиста. Во всяком случае, для тех проектов, на которых мы работаем. То есть, каких-то там магических способов внезапно подготовить 10 тысяч программистов и закрыть? Магических способов не существует. Чудешно бывает. Окей. Кстати, у вас в Минске, да, по-моему, есть высшая школа программирования? Высшей школы у нас нет. Я не знаю, откуда я это взял. У нас в России когда-то был такой бренд высшей школы программирования, который на самом деле это тренинг курса. То есть, у нас есть своя система подготовки, которая отработана достаточно детально. То есть, там есть выделенные подразделения, которым этим занимаются профессионально. И занимаются по разным направлениям. У нас есть специализированные лаборатории подготовки, которые существуют внутри вузов, как первая ступень. И внутри нашей компании, когда люди приходят и начинают становиться сотрудниками компании, начинают получать компенсацию. Но при этом от 3 до 6 месяцев продолжают учиться. И только после этого попадают на реальные производственные проекты. Кстати, это вот интересно мне большое. Большая доля новых сотрудников, это вот проходит через это? Или это 20% или 40%? Я думаю, что из новых сотрудников по всей компании, может быть, процентов 25-30 приходят таким образом. То есть, остальные это уже как бы сформированные специалисты, которые... Остальные могут быть разные специалисты. Могут быть относительно джуниор, но в основном более синиор. При этом это зависит от регионов. В России один вариант, но в Украине другой, в Белоруссии третий, в Венгрии четвертый. То есть, рынок немножко разный, несмотря на то, что в принципе зарплаты растут везде, но рынок немножко разный. Кстати, можете в двух словах для наших слушателей, для меня разбивку, какие офисы самые... Ну, то есть, какой большой офис, такие маленькие или... Ну, у нас исторически первый офис был в Белоруссии, поэтому он до сих пор самый большой. А Украина быстро догоняет. Киевский офис, наверное, второе увеличение сегодня. Подразделение есть, я думаю, что у нас где-то 25-30 офисов разработки в Восточной Европе. То есть, Венгрия, Польша, Белоруссия. То есть, там сколько? Десятки, сотки? В Венгрии у нас порядка 800 человек. Ага. То есть, вполне себе... То есть, у нас порядка 8 тысяч инженеров только. Венгрия, Белоруссия, Украина, Россия, Казахстан, Польша, ну, Америка и Западная Европа, Англия, Швейцария, Швеция, Германия. То есть, там тоже разработчики? Ну, там есть какие-то специ... Нету такого, что только селс. Везде в офисах у нас как бы есть и люди, которые занимаются коммуникациями с клиентами, но также проект менеджмент, программ менеджмент, solution, архитектура, бизнес-анализа. Есть ведущие инженеры, которые находятся и в Западной Европе, и в Северной Америке. Там порядка, наверное, 400 инженеров у нас между Северной Америкой и Западной Европой. Не знаю, задавайте вопрос или нет, ну, задам. Задавай. Ну, то есть, почти в тему. То есть, есть новые специалисты, которые приходят на рынок, выпускаются, там, доучиваются. А есть люди, которые уезжают, там, ну, я не знаю, как там из Генгрии уезжают люди. Из Украины, вроде бы, активно уезжают, там, в Западную Европу, в Штаты уезжают. Мне просто интересно, в курсе ли вы, там, масштабов, то есть, мы, как там, это единицы или это, там, сотни людей. И насколько это влияет на то, что рынок труда не может исполниться. Не знаю, я думаю, учитывая тот портал, который вы представляете, вы должны мне точно сказать эту цифру. Ну, у меня есть анекдоты, ну, то есть, анекдотические данные из отдельных компаний. Ну, и как? Ну, из, там, например, мне говорили, из 80 человек, которые ушли из компании, по разным причинам, там, 25. Ну, не перешли в другую компанию, а уехали из страны просто. Ну, у нас, как бы, во-первых, исторически есть возможность для сотрудников, которые хотят посмотреть, как оно бывает там. Или, если это сотрудник хочет и имеет достаточно квалификации, чтобы, как бы, поддержать свое желание. Или, если компания имеет специальные требования, потому что, учитывая сложность некоторых аутсорсинговых проектов, которые мы делаем, нам нужны серьезные архитекторы и бизнес-аналисты, практически работающие с клиентом, чтобы делать, ну, достаточно масштабные решения. Есть такая необходимость у компании в развитии или в переезде этих людей. Поэтому, если может быть такая инициатива, такая инициатива, и какое-то количество людей каждый год у нас переезжают. Ну, я думаю, что это десятки людей. Ну, это не только из Украины, это, может быть, и Россия, и Белоруссия. Первый блок вопросов я прошел. Идем дальше. Я там увильнул от чего-то, почему к нам приходят, но мы к этому вернемся. Ну, вернемся. Я думаю, сейчас еще Twitter подключим, может, там что-то люди спросят. Интересно. Плюс у нас есть аудитория здесь. Переходим дальше. В 2007-м, если я правильно нашел данные, у вас было 3000 человек в 2007-м, если помните. Я вам напомню. Хорошо. Сегодня там 8 или 9. Это индустрия просто так растет ауссорсинговая или вы растете там быстрее? Что-то, может, такое знаете, может, расскажете? Индустрия растет последних несколько лет порядка 5-6% в год. А индустрия, понятие очень растяжимое. Ну, вот сервисы возьмем, которые внешние, да? Ну, IT-сервисы растут порядка 5-6% в год. Опять-таки понятие растяжимое, потому что, когда вы говорите и как бы цепляете ярлычок ауссорсинга на любую компанию, то есть это тоже некоторое очень большое обобщение, потому что под этим... Скажите, как надо. Нет, я думаю, что, в принципе, сервисы более правильное слово. Сервисы и solutions, с точки зрения ИПАМа, еще более правильное слово. Ну, еще раз, мы вернемся к этому, то есть нужно побольше поговорить, чтобы... В результате, допустим, внутри глобальных IT-сервисов есть много компонентов. И если они в общем растут 6%, это вовсе не значит, что конкретные сегменты растут с такой же скоростью. Где-то есть сегменты, в которых есть гораздо больше востребованности, а есть какие-то сегменты, которые практически уже и не востребованы. Допустим, если мы вернемся в историю, то давайте посмотрим 30 лет назад, что такое были продукты, что такое были сервисы. 30 лет назад, наверное, я не помню, в каком году создавался Microsoft, но это была как бы молодая компания. То есть практически все продукты были связаны с разработкой инструментария для поддержки кастом-девелопмента или аутсорсинга, если вы хотите. То есть потому что систем продуктов индустриальных, вертикальных практически не было. И так как индустрия вся софтворная была как бы в таком зачатке, то основные продукты, которые тоже, как правило, выросли из кастом-разработки, тот же Oracle или SIP, они в основном занимались инструментарием. А сервисные компании тогда были огромные подразделения больших консалтинговых компаний, которые тогда назывались Big Five или Big Six, Большая Пятерка или Шестерка. Это были, как правило, огромные аккаунтинговые компании, которые делали аудиты и, соответственно, развили еще и IT-сервисы, потому что нужно было создавать финансовые программы, чтобы считать деньги. То есть мы еще раз говорим о сегменте, давайте так, что софтвы очень большой сегмент. Ипам играет в сегменте, который занимается enterprise solution, которые продаются другим компаниям или покупаются другими компаниями. У нас нет ритейл-сервисов, у нас консюмеры не покупают, у нас покупают компания. Мы в секторе бизнеса, который там называется B2B, бизнес-to-бизнес. Ваши заказчики – это другие компаниями. Другие компании, правильно. И мы делаем в основном enterprise-level solutions. Или помогаем делать. Поэтому, допустим, 30 лет назад были огромные компании, которые делали custom solutions, были небольшие какие-то, которые опять-таки делали custom solutions. Я думаю, что рынок в основном состоял из таких custom development shop, которые использовал инструментарий Starry Productual. Это все начало развиваться и где-то, наверное, в начале, в конце 80-х, в начале 90-х, видимо, уже тогда начались проявляться те же самые симптомы, как и сейчас. Стало не хватать программистов или зарплаты в Америке стали повышаться для программистов слишком быстро. В Америке или в Западном? Нет, нет. Это я так придумываю сейчас, как я думаю, что происходило тогда. Поэтому у некоторых больших компаний появилась идея. А что, если мы попробуем найти программистов еще где-нибудь? И несколько больших корпораций типа General Electric или British Petroleum, Richelieu, есть Индия там, как бы говорят люди по-английски. Давайте попробуем их потренировать. И начали сильно инвестировать в этот регион. Тем более, что Индия была очень сильно и привязана и к UK, и к Америке. Люди свободно ездили, учились. Но это все... 90-90-х какой-то. Это было, наверное, конец 80-х, а может быть, середина 80-х, когда это начало происходить. При этом, на самом деле, если вы вспомните, что интернет реально начал появляться, я думаю, что так, больше к середине 90-х. То есть нужно было строить очень дорогие, выделенные телекоммуникационные линии. То есть это не сильно работало. И вся индустрия закончилась тем, что первые такие проекты заключались в том, что людей сажали в самолет, привозили в Нью-Йорк, Чикаго или Лондон, привозили в офис клиента. И, по сути дела, играли на том, что люди приезжали и готовы были получать гораздо меньшие деньги. Работали 3-4 месяца и увозили. И первые все индусские компании начались примерно так. Это, наверное, тогда появилось выражение «бодишоп» или нет? Бодишоп, наверное, был и без этого. То есть какие-то и локальные компании могли просто искать людей, получать там какую-то прибыль на разницу. Но примерно так начиналась индустрия. Какие-то компании выросли вот на таких челноках. Где-то уже в середине 90-х, когда появился интернет, начала немножко дешеветь коммуникация, начали пытаться делать другого типа проекта. Но было устойчивое представление, что вот таким офшорингом можно делать только очень простые задачи. Когда приближался 2000 год, если вы помните, может, не помните, тоже можете порыться. Читали в книжке. Читали в книжке про проблемы 2000 года. Не читали? Не слышали? Слышал. Слышал. Ну, простая проблема. То есть все мэнфремовские программы или большинство старых программ были сделаны так, что никто никогда не представлял, что кто-нибудь доживет до 2000 года. Поэтому были только две цифры. И все боялись, что все программы, которые работают в больших финансовых подразделениях и в других, вдруг остановятся конкретно там 1 января 2001 года. Потому что не поймут, как это работает. И появилась огромная, совершенно огромная задача. Как все существующие в то время программы, на которых работали огромные, прежде всего финансовые, гавантмент, правительственные подразделения, как бы переистинные. И пришли к решению. То есть это была огромная возможность для индусских компаний себя проявить. С одной стороны, задача простая, но объемная. То есть нужно было идти через огромное количество кода и вручную искать это место, где есть эти цифры, и все это меняется. И это был огромный стимул для развития индустрии. Прежде всего, не в том, что задача была, задача была вроде бы простая, но инфраструктура, чтобы организовать работу большого количества людей, это, в общем-то, был как бы такой инновационный прорыв с точки зрения распределенной работы. И в 2001 году, 1 января, ничего не случилось, или все хорошо поработали, или проблема была немножко переоценена, но в результате появилось некоторое доверие к глобальной разработке. К этому времени уже некоторые компании выросли довольно приятно. Вы уже были? ИПАМ существовал? ИПАМ уже существовал, но с ИПАМом история была немножко другая, так как мы были не в Индии. Да, ну. Ну, так получилось. И западные компании в то время уже как бы решили, что, наверное, с Индией можно работать, тем более, что там были свои чемпионы, типа General Electric или нескольких других больших компаний. А ИПАМ начал существовать в 93-м году, когда интернета тоже еще не было. И чтобы привлечь к себе хоть какое-то внимание, надо было делать что-то другое. Поэтому мы не могли привозить людей, ни денег не было, ни визу не открыть, ни, в принципе, любая уважающая себя компания как бы не могла, не представляла, почему надо там работать в Советский Союз. Вы вспомните, что такое с бывшим Советским Союзом, как бы еще там пару лет до этого практически враги были. Вот, поэтому нужно было придумывать что-то другое. И мы начали делать достаточно сложные вещи сразу. То есть, как мы привозить людей не могли, то мы начали думать, как организовать реальное программирование, искать задачи и удивить кого-то или привлечь к себе внимание, можно было только, ну, грубо говоря, чем-то отличным, там, мастерством, экспириенсом, удивить кого-то, ну и большим желанием, наверное. Ну, после какого-то времени усилий нам удалось там убедить компанию начать дать нам задачу, как тест. Это оказалась разработка складской задачи с RF-сканерами, то есть автоматизация для достаточно большой ритейловой компании, очень известной в мире, называется она Ball of Switzerland. А она тогда была многомиллиардной компанией, и мы начали делать для них варихаус менеджмент. Не дать аварихаус, а именно складскую задачу для американского офиса. Мы ее сделали, и это было где-то там в 94-м, 95-м году, что было достаточно удивительная вещь, потому что все, что делали в эти же годы индусские компании, это было или челнок, или очень рудиментарная задача. Потом нам повезут, посчастливилось, и мы начали делать систему глобальных продаж для компании, которая называется Calgate, по-моему. Calgate? Calgate, зубная паста, нет? Да, это оно. И где-то в 96-м году компания работала, наверное, человек 10-15, но мы сделали то, что еще годы через 3-4 стало называться CRM, потому что в 95-м, в 96-м году то, что сегодня называется CRM, такого термина не было. Мы сделали эту задачу и начали имплементировать ее во всей Европе, в Германии, во Франции, то есть почти в 15 странах Европы и потом в Латинской Америке. И примерно в это же время достаточно молодая на американском рынке компания, которая называлась SIP, ERP, она пришла в Америку за 3-4 года до этого, начала делать имплементацию ERP-системы в Calgate. И увидели эту программу, которую мы сделали, если вы слышали компанию Sibble, Zibble, как тут говорят. Немцы, да? Нет, не немцы. Это как бы первая, это сейчас часть Oracle, это была первая такая профессиональная CRM, ну не первая, но на самом деле самая большая CRM-компания в мире. Тоже многомиллиардная. Но тогда это был стартап, и SIP, когда увидела, что мы делаем, они поняли, что мы сделали что-то очень-очень похожее и решили посмотреть на это внимательнее. И в результате дали нам возможность показать нашу систему основателю компании SIP, Хаса Платно. Это был 96-й год. И нам как бы опять повезло очень сильно, потому что основатель SIP сказал, ой, как интересно это то, что делает Sibble, а не можете ли вы помочь нам сделать прототип новой линии продукта для SIP, и показать его там через 4 месяца на Sapphire конференции в Орландо. Мы, естественно, согласились и начали делать этот прототип. Еще через месяц нам прислали ревизора, который сказал, что они передумали, что SIP передумала, что не может компания, 20 человек из Восточной Европы, вдруг сделать прототип для показа. Но человек, который приехал, он как бы месседж, сообщение нам это привел, но решил все-таки посмотреть, что мы сделали. Еще через неделю нас пригласили показать этот прототип в Алдорфе. И еще через 3 месяца, после тестирования всего этого уже в Майкрософтовском подразделении, в Редмонте, в Майкрософте, мы показывали эту систему на Sapphire перед 5000 клиентами с IP. То есть IPAM, как бы при всем многозначительном смысле слова аутсорсинг, занимался несколько другими вещами с самого начала. В результате мы получили первого серьезного клиента, который стала софтовая компания. В результате, в следующие 9 месяцев мы, по сути дела, отвечали за архитектуру, первую архитектуру, то, что тогда называлось еще CRM, такие еще, даже тогда не родились. То есть SIP был нашим клиентом, и мы помогали, в общем-то, мы строили для них архитектуру Salesforce Automation, так называлось тогда. Как бы это подразделение в enterprise software. А потом мы начали помогать это разрабатывать. Потом мы участвовали еще в каких-то разработках SIP. И, в общем-то, мы очень сильно учились, потому что, на самом деле, наивно предполагают, что тут было много программистов, которые знали, как разрабатывать профессионально софтверные продукты. Именно профессионально большие софтверные продукты. То есть наше везение заключало в том, что мы попали на такого клиента, что мы как бы доказали, что мы что-то умеем, и получили эту задачу. После этого мы получили еще одного клиента, который тоже был продуктовой компанией. И потом на протяжении... Это все было вот конец 90-х. В начале, там, в самом конце 90-х, в начале 2000-х у нас было еще несколько клиентов. Один был очень большой клиент, который занимался в те годы, в 99-м, 2000-м, 2001-м году, занимался разработкой e-commerce решений. То есть это было как бы начало, потому что все e-commerce-гиганты, которые сегодня существуют, тогда были стартапами. Это был еще один такой как бы начинающий стартап. В то время их было очень много. Все это время называлось Dotcom-ом. Тоже читал про это. Dotcom-boom, Dotcom-Rush. Вот это было точно Dotcom-boom, Dotcom-Rush. Мы практически три года занимались разработкой продуктов для них, которые все продукты тогда были очень сырые. В результате наша компания, в которой тогда было, наверное, 200 человек, объехало полмира, потому что мы делали имплементацию продукта, который мы же помогали строить. На самом деле это было 70-80% в кастом-разработке, потому что требования так быстро менялись. И мы делали в то время e-commerce-веб-сайты для Хонды в Японии, для Форда. А то есть это в каждом миллионе было? Ну то есть надо было, по сути дела, это были большие порталы, через которые можно было конфигурировать сложные или автомобили, или какие-то машины. Ну окей, ну смотрите. И в результате мы получили очередной опыт и новые технологии, потому что, допустим, что получилось в SIP? В SIP, когда они нас заметили, мы их удивили тем, что мы хорошо понимали, что такое новые client-сервер технологии, и что такое новые тулы, и как быстро делать прототипы, и как с этим работать. во время доткома мы, по сути дела, начали работать с Java и строить новые enterprise-level веб-приложения, что было тоже, в общем-то, новым вещам. В результате, когда дотком закончился, и произошло что-то аналогичное тому, что было там в 2008-2009 году, несмотря на то, что мы, конечно, все замечательно делали, бизнес рухнул у клиента, и мы потеряли клиента буквально за три месяца. Из двухсот человек, которые были в IPAM, у нас, по сути дела, 150 стало безработным. Но в то же время, за это время, мы, на самом деле, стали приличными профессионалами, во всяком случае, на уровне многих других, потому что мы работали с большими клиентами, с профессиональными софт-вай-компаниями, и, соответственно, и культура разработки, и общение, и требования, и видение настоящих больших клиентов, сильно повлияло на то, насколько мы отличались в многих других компаниях, которые начали зарождаться тут. В результате, в течение следующего года, мы нашли новых клиентов, в основном, тоже продуктовые и софт-вай-компании. И примерно до 2006-2007 года это был наш фокус. Мы помогали разрабатывать продукты. Можно называть это аутсорсингом, можно называть это global delivery, но мы занимались профессиональным софт-вэй-инжинирингом. И многие решения мы помогали ярко и как бы строить дизайн, и имплементировать, и выстраивать процессы, и тестировать многие вещи, которые потом стали как бы общим местом для новых компаний, мы как бы проходили это первый раз, наверное, в этом регионе. И, наверное, в какой-то степени это наше отличие, что начиная с первого дня у нас клиенты были очень профессиональными. В то время мы разработали практически полностью набор продуктов для поддержки распределенного software development lifecycle. наших клиентов... Для своих же... мы делали это как продукт, и по сложности, по качеству это не отличалось, а скорее превышало практически все, что мы видели у наших же клиентов, которые работали в software-мире. Потому что у них не было такой необходимости поддерживать реально глобальную дистрибутивную разработку, а у нас было. так это примерно продолжалось до 2007 года, когда у нас было уже 3000 человек. Возвращаемся к вопросу, да? Возвращаемся к вопросу, постепенно. А потом произошло, если раньше на нас большие компании типа, грубо говоря, G или BP не обращали внимания, потому что мы были до этого из Восточной Европы, кроме того, маленькие, непонятно, как мы можем развиваться, вдруг в 2007 году или там в 2006, вдруг оказалось, что смотрите, у них 3000 человек, и у них клиенты из IP и Oracle, и, наверное, они что-то умеют делать. А кроме того, вот нам тут нужно построить решение, допустим, на какой-то технологии, и мы ничего не получается, а эти ребята даже эту технологию может быть помогали разрабатывать. Давайте посмотрим, может быть, они смогут сделать что-нибудь другое. Итак, мы начали постепенно открывать двери больших корпораций, где мы уже становились ответственными за конкретные решения. Иногда часть этого решения был продукт, который мы помогали разрабатывать, иногда не помогали разрабатывать, но так как инженерный уровень был выше, чем у всех наших конкурентов из сервисного бизнеса, как правило, то мы делали что-то такое, что конкуренты не могли. И, начиная с 2007 года, мы начали развиваться уже по конкретным индустриальным направлениям. Учитывая, что к этому времени у нас было порядка 70-80 клиентов из продуктового бизнеса, а эти клиенты, как правило, или были сами, строили большие enterprise-level solution, у нас была возможность посмотреть, как их решения применяются у конкретных клиентов. Иногда мы за их спиной поддерживали, аутсорсовали, но получали очень хороший профессиональный опыт. И когда мы получили возможность напрямую работать с большими корпорациями, мы иногда понимали уже индустрию, потому что какие-то продуктовые компании фокусировались на конкретной индустрии, и в результате наши специалисты получали понимание этой индустрии. Какие-то фокусировались на конкретных горизонтальных решениях, и наши специалисты получали этот опыт и по сути дела уникально отличались от многих наших конкурентов. И начиная с 2006-2007 года наш бизнес начал развиваться уже в вертикальных направлениях, которые очень часто были связаны с теми продуктами, которые мы помогали строить. Так у нас появилось, допустим, направление travel and hospitality, потому что мы помогали строить продукты для travel индустрии, а потом начали делать travel custom solutions, иногда использование этих продуктов, иногда from scratch, но мы понимали, как делать большие продукты. То есть можно сказать, что у вас появился бренд или экспертиза в каких-то направлениях, и уже работало то, что одни клиенты рекомендовали другим клиентам? Ну, прежде всего у нас была экспертиза, мы делали хорошую работу, и естественно референсы начали распространяться, нас стали рекомендовать, и когда были особенно необходимы построения сложных решений, часто нас приглашали и рекомендовали. И, допустим, с 2007 до 2011 года произошло следующее, что если в 2006-2007 году основным нашим направлением было разработано, мы помогали разрабатывать продукты для профессиональных продуктовых компаний, то в 2011 году этот сегмент составлял для нас порядка 25-30% в объеме. У меня, кстати, есть такой вопрос в тему, как менялись ваши заказчики, ну и вообще заказчики. Какие рассказывали? Да, на запасе. Остальные 70%. Остальные там 20% финансовые сервисы, это всегда было как бы голодное для в смысле голодное. Это как бы голодная отрасль для технологических решений. Нет, просто там очень много технологий в их бизнесе, поэтому исторически это было прежде всего финансовые сервисы и телеком. Допустим, ритейл, как правило, там уровень технологий там еще 10 лет назад был никакой. Сегодня все меняется, поэтому для нас это очень важный рынок. потому что и-коммерс там очень важен, диджитал маркетинг там очень важен, поэтому, допустим, сегодня это составляет у нас тоже порядка 25% это ритейл, консюмер гудс, трэвл, хоспиталит. Это индустрия, которая конвертирует себя из предыдущего состояния в новый мир. IT. У меня последний вопрос, в принципе, сюда же вот эту тему, или не последний. Можно, можете уже раз про эту всю разбивку, говорим, сколько, то есть, как выглядит средний проект, или они все разные, и просто сколько их, и короче, какие-нибудь цифры проекты ничего среднего тут нет. То есть, еще раз, мы продолжаем, для нас очень важно продолжать помогать разрабатывать продукты, потому что это позволяет компании быть как бы на переднем крае новых технологий, новых процессов, новых методологий, то есть, мы можем работать с компаниями, которым это уделяет внимание. И, соответственно, потом эти знания мы можем предлагать, обобщать и предлагать нашим клиентам из других индустрий. А в компании это оценит? То есть, вот сотрудники там рвутся на такие проекты или такого как бы нет, что там какие-то проекты Смотрите, когда мы говорим о бизнесе вообще, то хорошо понимать с точки зрения какого персонажа мы смотрим на бизнес, с точки зрения руководителя компании, с точки зрения среднего менеджмента, с точки зрения джуниор-человека или с точки зрения опытного инженера. Потому что я могу встречный вопрос задать, а что вы думаете, думает или к чему стремится синер-инженер в Ораколе, который делает один и тот же продукт уже пять лет или семь. То есть, все зависит от персоналити. Кто-то кому-то это нравится, кому-то нет. Кто-то будет менять компанию, кто-то нет. И вовсе не зависит от того, работаешь ты реально в продуктовой компании, в сервисной компании или в конце концов в Кока-Коле и делаешь там какую-то кастом-разработку. То есть, это очень все отличается и от человека, и от места и так далее. Если ты серьезный архитектор, то возможно, что будешь продолжать архитект одну и ту же систему в продуктовой компании очень много лет. И в конце концов это становится точно так же скучно, как ты, находясь в сервисной компании, сидишь на одном проекте много-много лет. Я встречался с несколькими людьми в Америке, которые работают в сервисной компании. Один из них, когда я посмотрел на его CV, у него там было 10 лет работы в одной из пяти самых больших софтерных компаний на позиции, где он руководил допустим порядка 300-400 человек. И по сути дела подчинялся человеку, который отвечал за всю линейку продуктов. И мне было удивительно, почему, допустим, последние 3 или 4 года он работал в сервисной компании. Когда я его спросил, он сказал, что случайно попал. Но когда попал, вдруг увидел, какое разнообразие работы может быть, потому что теперь я делаю архитектуру не для одного продукта уже там 7 или 8 лет, а мне постоянно попадают новые проблемы, и я их могу решать. Это опять-таки не значит, что в сервисной компании все этим занимаются, но в любой компании есть разные варианты работы. То есть в сервисной компании, допустим, мы постепенно создаем у себя институт салушен архитекторов, которые должны помогать такие вещи делать. Они могут быть и в Америке, и в Европе, и сейчас мы создаем такие подразделения, если хотите, они там могут быть внутри наших индустриальных практик или горизонтальных практик, но это люди с опытом, и они могут видеть очень много чего происходит, точно так же, как это может быть, наверное, и в другой большой компании. И в то же время в любой большой продуктовой или сервисной компании может быть ситуация, где кто-то будет делать одно и то же там 7 или 8 лет. И во многом это зависит от человека, хочет он это делать или нет. Есть люди, которым это нравится, есть люди, которые хотят менять что-то каждые полгода, и в каждой компании всегда будут какие-то конфликты, как это происходит. Поэтому с точки зрения специалистов, я на самом деле думаю, что в любой сервисной компании, в которой ценится инжиниринг, качество, существует не меньше оппортунити, чем в любой другой хорошей продуктовой компании. И сравнивать нужно хорошие компании с хорошими, а не те, которые занимаются сервисом или продуктом, потому что это очень растяжимое понятие. Дальше мы можем еще про стартапы поговорить, потому что стартап может быть и сервисный, стартап может быть и продуктовый. То есть... В момент у меня тут заблокировался компьютер, сейчас я посмотрю. Ты о вас заговорил. Да. Может что-то люди спрашивают. И пойдем дальше. Пойдем дальше. Так. А меня отключили от сети ЕПАМа. А, ну, каковы карьерные возможности. Ну, про карьерные возможности... Если хотите, можем еще и с точки зрения бизнеса поговорить про сервисные компании продуктовые. Я подготовился к этой теме. А что нам говорить? Ну как, ну типичный вопрос. Продуктовая компания, там можно зарабатывать много денег, там другой профит, а в сервисной компании, там как бы все просто. Есть... Я где-то видел цифры были на тему того, сколько стоит инженер, ну в смысле вэллы, которые приносит инженер, то есть берется там капитализация компании, я очень хочу послушать вот этого. Берется там какая-то выручка, капитализация, или какой-то, короче, выручка или капитализация, тоже разные вещи, но и всякие. Ну окей, я не помню, честно говоря, что там было, но я помню, что там были цифры у Фейсбука или Гугла, там порядка 500-700 тысяч. Понятно. Ну то есть что-то они там на что-то поделили, на количество сотрудников, получилось, что вот один разработчик, он такой вот вэлл приносит. Ну давайте только взглянем на это немножко. Давайте. Что значит один разработчик приносит? Во-первых, мы что сравниваем Google с чем? Ну с другой компанией. С аутсорсинговой какой-нибудь. Ну я не помню, там вообще было не про аутсорсинговую. Ну смотрите, давайте, если мы говорим о софт-вей-бизнесе, что такое софт-вей-бизнес? Google в софт-вей-бизнесе находится? Или там тогда и Кока-кола в софт-вей-бизнесе находится? Там тоже программисты есть. Нет, Google просто монополист, поэтому вы сравните можно из-за себя вместо. Во-первых, я согласен с вами, во-вторых, Google и монополист но это тоже недолго осталось, потому что там появились уже кроме Google, есть и Facebook, который собирается зарабатывать, уже зарабатывает деньги таким же способом, как Google примерно. И Twitter, и многие другие, поэтому монополия заканчивается. Всегда в какой-то момент есть монополист. Oracle был монополистом, SIP была монополистом, пока Oracle не зашел и Microsoft туда не добавил. Когда-то, если вы знаете, такой самой большой компанией, которая занималась разработкой революционных баз данных, был кто? 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 Кто-нибудь знает? Кто угадает? Sybase. Такая компания была. Они были монополистом. Через 5-6 лет Oracle их подогнал, потом Microsoft купил технологию Sybase и еще через какое-то время получил свой Microsoft SQL Server. То есть, это промежуточная вещь. Но если вы начнете анализировать конкретно software бизнес, куда можно отнести, скорее всего, продуктовые и software компании, у которых там может быть много категорий. Сервисные компании, компании, которым принадлежит IPAM сегодня, они категоризируются там Global Delivery. Вот, кстати, например, у Яндекса недавно тоже была IPO, как и у вас. И было недавно в новостях недавно, что у них там сколько-то инженеров стало миллионерами долларов. Ну, из-за того, что их там были опционы, они были там в начале. У вас много стало долларов и миллионеров? Весь список, пожалуйста. Ну, на тему прибыльности сервиса. Вот к этому вопросу я не готовился. То есть, я бы все-таки ответил на вопрос, то есть, не к тому, что, ну, какое-то количество миллионеров уже есть. Я думаю, что потенциально там есть десятки людей, которые станут миллионерами. Дорогой Твиттер, я хочу сказать, что у меня тут выключился интернет, поэтому я не вижу ваши вопросы. но мы еще вернемся к Твиттеру. Так, 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 так. Да. Вот, кстати, уже на тему не стартапов, но вообще предпринимательства уже там раз про Яндекс прошли, прошлись немножко. У нас вроде бы, ну, вернее, не вроде бы, у нас точно десятки тысяч разработчиков в Украине, да, я не знаю, в Минске тоже, ну, не десятки, может быть, тысячи, и вообще их много. И при этом мало продуктовых компаний. Ну, окей, мне эта тема, честно говоря, поднадоела, но у нас она постоянно возникает, и у меня был вопрос, например, такое, много ли людей уходит из Епама, чтобы начать свой бизнес, да, если они уходят, то какого плана они бизнес открывают, или аутсорсинг, или они пытаются, там, делать продукты, или я вот тоже вижу некоторые компании с аутсорсингом, да, пусть термин такой размыт, но внутри делать какие-то проекты а-ля бизнес-аккубаторы старт каких-то продуктов, да, вопрос прозвучал или нет? Или я так говорю? Да, может быть, куда уходят. Уходят ли от вас люди, и с какой бизнес они начинают, если начинают принимать? Какое-то количество людей, естественно, уходят, а, к счастью, не так много, уходят по разным причинам, уходят в другие сервисные компании, уходят в небольшие продуктовые компании, как очень небольшое количество людей уходят, возможно, в свои стартапы, попробуешь что-то, это, в общем, нормальная ситуация. Вот мне вот интересуют те немногие, какие конкретно? Нет, те немногие, которые пытаются что-то сделать свое. Куда они уходят? Я, к сожалению, не успеваю делать экзот-интервью, со всеми, особенно теми, которые уходят в продуктовые компании. Может, кому-то помогаете? Или, может быть, даже инвестируете свои деньги? свои, то есть. Не, не помогаю, не инвестирую, потому что, на самом деле, как бы, хватает? Работаю фулл-тайм, и, как бы, отвлекаться нету, к счастью, или, к сожалению, нет особо, особенно сил. Но, я думаю, что самые разные вещи могут стартовать сегодня. То есть, тут, если бы был какой-то конкретный тренд, куда уходят? Игры какие-то, ребята пытаются делать. То есть, все, что в тренде, пытаются делать. был вопрос, ну, там, дальше, из, те, которые мне прислали, я, как бы, его не знал. Мне сказали, что, вот, в Сеепаме есть какой-то инкубатор стартапов, и, короче, сейчас объясню, почему я, то есть, есть люди, которые, там, между проектами сидят, на бенч называется, вроде бы, и, вот, они, компания, то ли, поощряют, то ли, помогают, запускать какие-то, там, проекты, что-то такое есть? нет, официально еще нет, но будет. Это первое. Второе, во-первых, у нас есть небольшие продукты, которые мы делаем, это приносит нам, там, меньше, в районе нескольких процентов от нашего района. А с чем их тогда вообще делать? А, примерно за тем же, для чего, допустим, смотрите, как получается, что, чтобы, чтобы стать реальным специалистом, надо очень хорошо понимать предметную область. Допустим, наша стратегия была, возможно, что это происходило таким оппортунистическим способом, но за счет того, что мы строили много продуктов для наших клиентов, мы получали очень уникальную экспертизу, которую потом использовали для того, чтобы попадать в корпоративный мир и строить там очень серьезные, сложные решения. Ну, грубо говоря, когда... То же самое происходит, то есть в какие-то моменты мы накапливаем достаточно экспертизы, чтобы строить там фреймворки, компоненты, которые нам позволяют быстрее строить эти решения. А в какие-то моменты мы приобрели несколько небольших компаний специально, чтобы улучшить свою экспертизу в конкретных направлениях, в которых мы хотели развиваться. У них были ли свои фреймворки или свои продукты, которые мы продолжаем развивать. Таким образом мы это получили. Кроме того, как я говорил, мы всегда были нацелены на разработку внутренних средств поддержки продуктивности нашего процесса. То есть на это мы потратили, наверное, за годы, на сегодняшний день 600-700 человек лет. То есть там реально очень сложные вещи, которые мы делаем. это используются внутренне, используются нашими клиентами. Сейчас, допустим, мы строим новые, новый generation этих же продуктов, которые будут поддерживать все, что происходит в нашей индустрии в последние годы и позволяют улучшить эффективность. И мы это делаем как продукт. То есть у нас есть выделенные команды, которые этим занимаются. Так, будем двигаться дальше. Есть полтора вопросов, связанные с IPO. Но они как бы не о самом IPO. Полтора вопросов. Полтора вопросов. Ну, два я их объединил в один. Окей. То есть еще до того, как вы вышли на биржу, вы купили VDI, да, в России или нет? Да. То есть несколько компаний, да? И теперь, соответственно, у вас есть еще больше дешевых ресурсов, чтобы покупать компании. У нас есть еще больше квалифицированных ресурсов. Ну, во-первых, это было достаточно давно. Это было уже не перед IPO, это было 6 лет назад. Это было давно. Но вопрос, собственно, какой? Может, на меня смотрит наше интервью директор компании в 50 человек и думает, как мне достал этот отсорсинг бизнес? Подумывай в какую-нибудь продам. Ну, то есть есть ли у вас какая-то стратегия на тему новых покупок? У нас, безусловно, есть стратегия. И мы готовы купить любой отсорсинг бизнес, который надоел кому-то. Чек-лифицированных ресурсов? Что нужно, а что нужно, чтобы управлять? То есть, например, есть 30 человек, которые уже 2 года занимаются мобайл и там лучшие в СНГ команды по мобайлу? Если лучшие в СНГ, то, конечно. Только проблема обычно заключается в том, что когда мы видим лучших в СНГ, 30 программистов, а у нас этим занимаются 300-400 человек, непонятно, зачем. То оказывается, что лучшее, оно будет не обязательно лучше. Но вполне может быть, что они лучшие. Возможно, что у них есть какое-то очень серьезное направление или какая-то ниша. И мы, в принципе, готовы смотреть. Просто, как правило, во многих случаях, когда небольшие компании говорят, что они специалисты в чем-то, оказывается, что в нашем центре компетенции больше специалистов, чем многие из этих небольших компаний. Ну, мне кажется, аутсорсер, ну, вот, если бы у меня была такая компания, ну, ее сложно продать, потому что, ну, у меня кроме людей ничего нет, а людей можно и так захлопать. Поэтому я и сказал, что это квалифицированные инженеры, серьезные клиенты и конкретная экспертиза. Если есть просто квалифицированные люди, но нету серьезных клиентов, то действительно нечего покупать. Окей. Будем знать. как досадно, что не работает у меня интернет, ну, ладно. Здесь еще вопрос последний из тех, которые у меня есть, и потом перейдем к вашим вопросам. Вопрос политический. Вот в Беларуси есть ПВТ, я там, собственно, даже был в Минске, родили меня на экскурсию, смотрел на парк высокотехнологий, то есть для тех, кто не в курсе, это вот такое место, где куча IT-компаний, причем там какие-то... Вы, извините, неправильное понимание. О, расскажите. В Беларуси парк высокотехнологий это никакое не место. Окей. Это скорее ассоциация, к которой можно подать заявление и никак не привязано вообще никакому физическому месту. И если я член этой ассоциации, то у меня... Тогда у вас есть льготы. А вот, я не знаю, отслеживаете ли вы, но вот наши IT-компании, ну, дипломы, тоже участвуют, тоже пытаются какие-то законопроекты, собственно, даже приняли, даже что-то. Это как бы по модели того, что есть в ПВТ или... Это, в принципе, похоже того, что... похоже на то, что есть в Белоруссии или похоже на то, что Белоруссия тоже там не оригинальна в этом. Это, в общем-то, говорит о том, что если какая-то страна хочет конкурировать на мировом рынке, а рынок большой, вот конкретно то, что вы спрашивали вначале, IT-сервисы, это приблизительно 40 миллиардов долларов в год сегодня. Там еще раз есть разные сегменты, и они растут там 5-6 процентов в год. То есть, это очень большой рынок. И те страны, которые хотят поучаствовать в разделе этого рынка, естественно, конкурируют по сути дела качество за конкретную цену. Естественно, цена, она важна везде, и в продуктовом бизнесе, и в сервисном бизнесе, и вообще в мире. То есть, можно получить уникальное преимущество за счет уникального продукта и продавать его по какой-то цене очень большой, но это происходит очень недолго. Недолго может быть один, два, три года, но потом как бы это преимущество растворяется, потому что конкуренты появляются очень быстро. Вот. Поэтому, если страны хотят конкурировать на глобальном рынке, то они, в общем-то, должны вступать в игру с лидерами рынка. Лидерами рынка все равно по объемам является Индия. А там, вот когда GE и BP начали это все делать, там были введены на уровне государства очень серьезные льготы. и поэтому страна, которая хочет развивать эту индустрию, по сути дела, должна аналогичные льготы предложить своим гражданам и взамен этого получить очень квалифицированный срез людей, которые, да, будут зарабатывать деньги, может быть, будут платить меньше налогов, чем другие, но зато станут источником ввода во валюты в страну, станут строить себе дома, покупать машины, тратить, использовать другие сервисы и в результате увеличат все равно налоговые поступления в бюджет. А если этого не делать, то потенциально, так как специальность у нас такая, что можно сесть в поезд и приезжать в Париж, а можно и не садиться сегодня, тоже правда. А в Беларуси это поняли, да? А? А в Беларуси это поняли. В Беларуси поняли это раньше, чем, наверное, любая другая страна в Восточной Европе, но похоже, что Украина это тоже понимает, какие-то льготы существуют в России, какие-то льготы существуют в Румынии, какие-то льготы существуют в Молдавии, маленькие страны делают там, Грузия приняла практически точно такой же закон. То есть я думаю, что это...